Привет, Тос Амигас! Продолжается Last of Us. Так, я поднастроил звук. Боже, какой старый главный герой. Главный герой, я понял, кто это. Я понял, вы его, наверное, не узнали, потому что это Защитник Кирквелла из Dragon Age 2. Ну, серьезно, реально. Потрепанный жизнью, пожаханный судьбой. Ладно, давай, понесли, короче. Мне не кажется странным, что Марлин выбрала нас. Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье... У нее мало людей, пришлось нас просить. На безрыбье. На безрыбье. Что на безрыбье? Я знаю, что на безптичьей жопа слове, а что на безрыбье? Как обычно, в этой игре есть тайные ходы, которые заметны просто невооруженным глазом, прикрытые шкафчиком. Да. Тайная полиция лажает в этой игре. Ну, в смысле, как тайная полиция? Ну, стукачи, короче, всякие. Нет, нет, нет. Тайная полиция, это типа... Ну, здесь есть армия, скажем так. Должна быть, мне кажется, какая-то и полиция. Вообще, хоть какая-нибудь. Любая вообще. Нельзя правопорядок держать просто на одной только армии. Но здесь... Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цехат из другого города. Но здесь только... Большая честь. Здесь только сладофоны. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Да. Типа того. И много тут важных шишек в этом мире осталось. Долго нам еще идти? Блядь, главный герой сам фонарик выключил, приехал в темноту. Ну, экономит, кроит батарейки, потому что новые тут не сходишь, не купишь. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Все, вы попиздели, теперь я могу. Карта маршрутов патрулирования. Что бы... Офигенно. Офигенная карта маршрутов патрулирования. Я такие карты рисовал, наверное. Да никогда я такие карты не рисовал. Это жесть просто полная. Могли бы нарисовать хоть вы здесь, там, я не знаю, какие-то крестики, ну или хостел-камп. Что это такое, блядь, кому это надо? О чем это должно кому-либо сказать? Мне очень нравится название группировки терроризирующей здесь. Террористствующей здесь группировки цикады. Вы бы хотели назваться? Мухи, блин. Реально, мухи, почти навозные мухи. Да, я обманулся. Обманулся, сказали, что это нихрена не светлячки, что это мухи, которые громко звенят. Но поверьте, что в этой игре цикады будут светлячками. Я помню, что они тут светятся. Патрули, комендантский час, режим, это все есть. Ты решил о погоде с ними поговорить? Я за кордоном. Рыба за кордон ушла, а рыбы нет. Ну, несмотря на то, что это уже переиздание игры, видно, да, что дождь абсолютно не мочит главных героев. Все-таки недвижочек не нов. Куда едет? О, понятно. На такие вещи лучше в этой игре внимания не обращать. Здесь единственное, на что стоит обращать внимание, это сюжет. На сюжете здесь держится все, потому что, ну, геймплей, ну, согласитесь, примитивный шутанчик. По-другому его не назовешь. С элементами стелся кое-где вроде как. Это телка, у них на службе телка, которая их подкараулила зачем-то. Вместо того, чтобы связаться по рации и сказать, у нас тут нарушители. А вот у них двое, это Рейнбоу Сикс проводит операцию. Рамирес. Все, мексиканцы захватили власть в Америке. Мы их хорошо заплатим. Заткни. Как все задолбало. Скоро они. Пара минут. Простите. Ничего себе, она на него напала. Откуда столько крабрости в ее маленькой головке. Нихрена аж. Я и не думала, что вы их убьете. А что они с ними сделать должны были? Она инфицирована. Интересно, а сама-то она когда и как об этом узнала? Смотрите, а манту намочила. А где ее покусали, если она не выходила за кордон? Значит, у них прямо там зомбари бегают, что ли? Ну, они находили в домах инфицированных. Да, это было. Ну, откуда они там спорами, что ли? Я представляю, вот смысл тогда вот этого заграждения, все, что они построили. Если ветер дунул, споры прилетели, всех перезаражали. В чем безопасность-то вообще заключается? Опять баллончики, которые ездят по земле и пропадают в текстурах. Причем, это единственный мусор, который в этой игре есть, это вот эти баллончики. Я больше не вижу, чтобы здесь какие-то пакеты обычно летают. Не знаю. А тут баллончики одни. А куда бежать по сигналу? Я прослушал. Дай-ка я прижмусь к ней. Дай я потрусь об тебя, дорогая. На какую кнопку бегать, не подскажешь? Она без команды побежала, да, Ильича? Она, походу, не понимает, как все серьезно. Что по... что фонари? А, подальше от фонарей? Ну да, конечно, где уж там этим солдатом иметь ПНВ какое-нибудь? Или тепловизоры? Эли, еще одна пробежка. Готово? И Эли вернется с Татошкой домой. Сколько солдат? Ну, может, мы с кем воюем, хуй знает. Чего солдат-то столько? Солдаты, в бунтам. Да вижу, вижу. Похоже, прорвались. Проверить траншею. Вот какая им разница, кто убегает из города, я не понимаю. Надо задерживать тех, кто в город пытается проникнуть. Ёблки-палки. Это как в той серии Южного парка, где мексиканцы захотели бежать из Америки, а не в Америку. И пограничник говорит, эй, ребята, вы, говорит, не с той стороны, говорит, съебываете. Нет, нет, мы, говорит, не хотим больше жить в Америке. Чё? Так и что делать-то? Может, вальнуть его просто нахуй, а? Он не уходит, серьёзно. Какой у него шлем, слушай. Какой рыбакопа прям. Так, я надеюсь, что мне автомат выпадет. Как я менял руку? Подождите. Хуй знает, как я это делал. А. Нет. Всё, патронов нету, девочки. Мы приехали. Конечная. В смысле, конченная. Пизду, я рашу отсюда, нахуй. Каждый сам за себя. Нахуй, я их отвлеку. Ха-ха-ха, у меня рюкзак, походу, непробиваем. Бля, я в шоке, они вообще повсюду. Мы у них, наверное, что-то важное спизданули, раз они нас так настойчиво преследуют. Хочу сказать, что загрузки в этой игре не человечески долгие. Просто жесть. Ладно, я понял, что это не унылый боевик, это унылый стелс, поэтому лучше здесь не стрелять, наверное, и не бегать. Все, они ушли. Нет. Ну, в игре такая условность, что копы не видят ничего, кроме того, на что они светят фонариком, поэтому... Как они обошли меня в этом узком проходе? Пока ничего. Все понятно. В одну трубу, во вторую трубу, и мы в домике. У меня просто была навязчивая мысль о том, что можно из них выбить автомат. Но, видимо, нихрена подобного. А как она вылезла-то? Она вылезла прямо там, а герою надо подняться на ступеньку, потому что, ну, он старый. Старый, но не бесполезный, как сказал бы Терминатор. Но в том-то и дело, что главный герой нихуя не Терминатор, он старый и бесполезный практически. И еще тут темно, как в жопотине, я просто ничего не вижу. Так, а как тут крафт? А, вот он. Нож. Для межшумных убийств. Находки. Создание предметов. Ну, создание предметов, честно говоря, в игре тут такое, оно притянуто немножко за ушки, потому что тут, по-моему, насколько я помню, предмета полтора можно крафтить. Это во мне Alien Isolations, где крафтилось просто всякое говно, причем совершенно без всякой логики. Коктейль Молотова, чтобы скрафтить, нужны были какие-то сенсорные датчики. Оказалось бы, бутылка, тряпка и мача ослиная, лишь бы горела. Господи, я надеюсь, что хоть что-то будет видно, потому что темень такая, что я вижу только вот эту стену. Смутные очертания главного героя. Я, причем нету компаса в игре, я даже не понимаю, куда надо идти. Я просто иду все время прямо. Свет фонарика мой, они не палят, да? Здесь есть проход. Здесь есть проход, здесь есть стол. В столе... Что это такое? В столе, блин, изолента. Непонятно, почему ее раньше не вынесли. Походу, постоянно кто-то ходит. Очень тихо. Хорошо, что у них шлемы с шумоподавлением, да? Чтобы они от стрельбы не глохли. Как главная... Помощница главного героя придержала ему ролету, чтобы он пролез. Но поверьте, что вот эта ролета весит просто пиздец сколько. Ее невозможно ни поднять, ни придержать, по-моему. Ну нет, не знаю, как придержать, поднять точно невозможно. Так, это Брэдли, походу. Походу, это он. Смотрите, на самом деле, Брэдли какой большой. В игре он кажется маленькой машинкой, но на самом деле... Это здоровая сыраюга. Так, они совсем рядом. Ничего страшного, у нас есть кирпич. Бля, удавлю его, падлу, сейчас сзади. Он полицейский, он, наверное, умеет драться. Плюс у него воротник. С защитой от удушений. Какой в пизду заложник. Блядь, опять. Опять я ввязался в перестрелку. Надо им фонарики погасить. Тогда они меня тоже не увидят. Нихуя себе. Ты резок. На нахуй. Блядь, а помощница-то будет стрелять в кого-нибудь? Всё, пиздец, я иду в выкопашную атаку, короче. Ха-ха, блядь, нихуя. Я нихуя не понимаю. В темноте, блядь, ориентироваться я, блядь, хочу сказать разработчику. Пиздец, как сложно. Даже фонарик, блядь, не включить, не посмотреть, куда идти. Чего тут, блядь? Хули там надо. В пизду побежали. Фонари далеко, они, блин, дальше фонаря и не видят тоже, как и я, походу. Так, тут ничего нету. Пизду. Пока они сюда не пришли, просто рашнем, да и нахуй. Так, тупик, понятно. Тут как специально стоят какие-то, блядь, деревянные стенки, чтобы за ними иночковаться. Ладно. Ладно. Все, что надо было сделать, просто рашнуть. Рашнуть до того, когда они растянутся, рассосредоточатся и пойдут обыскивать дома. Блядь, быстрее бы день настал. Мне так эта ночь заебалая просто вообще уже. Что, где, куда? Я ничего не вижу, блядь. Вот, нет. Во. Просто пипец. Вот есть в некоторых играх темнота, в которые можно ходить и комфортно играть. Походу, эту лопату можно взять, нет? Нельзя. У меня такое ощущение, что в фонаре батарейки подсели, потому что раньше он светил намного лучше. Ну как? Магнетушитель, топор, лопата, что-нибудь-то из холодного оружия можно? Можно взять? Стоп, стоп. Опять солдаты. Отряд. Это отряд Чарли. Они в честь какого-то Чарли себя назвали. Все, отряд Чарли поехал домой. Домой к Чарли. Отряд Чарли, блядь. Я представляю, если бы в России так же бы себя называли. Алло, прием, прием, это отряд Андрея. А, ебать. Ну у нас мудро, мудро и понтово взяли буквы из латинского алфавита. Слушай, шеф. Из латыни. Альфа там. Это группа Альфа. А, у них тоже есть группа Альфа. Ну и хрен его знает, короче. Главное было шуткануть про отряд Чарли. И нахрен логику. Так, наконец-то вроде посветлело. Вроде посветлело, и трава стала зеленой снова, а не серой. Да, смотри-ка, вот уже и день настаёт, да, походу. Блядь, какие у них фонари просто, прожекторы. И какой у меня гейский фонарик. Такое ощущение, что мой фонарь вмонтирован то ли в зажигалку, то ли во вторую ручку какую-то. И вот это я ненавижу. Я вот больше всего ненавижу темноту, которая вот такая белёсая, блядь, серая. Это неправильно настроенная гамма темноты. А если я её, как бы, ну, сделаю так, что вместо серого темнота будет чёрный, то будет вообще ничего не видно. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Что дальше? Вы получаете оружие и валите. Она сказала, там своя карантинная зона. И врачи всё ещё ищут лекарства. Это мы уже слышали, Детес. Тесс, я не слышу твоего поддакивания. Что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошёл ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже, Тесс. Нахрена мы в это влезли? Вы правда. Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведём дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждёт? Раньше вас это не останавливало, чтобы вас там не ждало. Вы же, блять, контрабандисты. Вы постоянно туда ходите. Просто в этот раз вы тащите с собой девочку. И что с того, блять? Чё ты так ерепинишься? Тебе пообещали, блять, ящик с пушками. Ты его получишь. Хер ли тебе надо? Пойдём через центр. К рассвету будем у Капитолия. Причём ящик с пушками. Пообещали оно в этой игре. Насколько я знаю, кроме пистолета, других огнестрельных оружий-то и нет. Не знаю, почему. В игру про зомби даже дробовик. А, и снайперка ещё будет, да. Господи, быстрее бы к рассвету... О, вот молния. Это хорошо. Молния. Знаете, почему так отвратительная темнота? Потому что здесь нет ни одного источника света, кроме фонаря главного героя. Ни одного фонарика нет. Поэтому им пришлось сделать такую темноту, где, блять, ну реально ничего не... Блять, ну такая она неинтересная. Некрасивая. И нихрена неэффектная. Вот если бы здесь вспышки молнии сверкали почаще, а вспышка молнии только белизны добавляет в экран. Ну, вроде бы далеко. Чёрт. Чё это было-то? Тут опасно? А как ты, блять, думаешь? Идём. О, давай пойдём в церковь с вот этого святого Франциска. Наверняка там есть укрытие. Блять, а тебе не страшно? Ого, нифиговая пропасть. Нифиговая пропасть. И ты стоишь на нифиговом обрыве. А вот и капиталий. Да, нам придётся обойти. Это типа центр города? Ага. А теперь тут пустырь. Кто смотрел фильм про то, что будет с планеты, если люди исчезнут, подтвердят, что подобные разрушения наступают лет через 200. Может быть, 100. Но не, блять, но не за 20 лет. Ну, хотя тут люди не исчезли. И продолжают своё разрушительное действие на эту планету, видимо. Кто-то говорит, что проводили бомбардировки, чтобы сдержать заражение. Ну, аж от следов бомбёжки-то я что-то, ну, одна воронка и автобус. Это не бомбардировка. Тем более, что люди... Блять, какая нахуй бомбардировка, если люди остались в городе жить? В карантинной зоне. Это чё за бомбардировка такая, бля? Сюда. Кто так бомбардирует? То есть дело не в бомбардировке, нихрена. Вон они. У них там прожектора. А тут ни хрена. Только молния, гроза и вода. Так, ну... О. Непонятно, что здесь делал этот полицейский. Один. В кучу бычков. А, это патроны. Ещё свежий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, десять, один, десять, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четыре, пять, шесть, семь, десять, десять, пять. Ну, где-то около 40 пуль на полу валяется, две обоймы. И он за 40 выстрелов никого не убил, судя по тому, что он лежит тут в гордом одиночестве. В торжественном одиночестве, я бы даже так сказал. Так, я видел, что там дверь. А, вот второй. Второй нахерачил еще выстрелов 30, судя по всему. С тем же успехом. Никого не убили. Ну, два дебила, это сила. Журнал боевых действий N254E. Прибытие в сектор такой-то, никаких контактов. Выслан патруль на запад в сторону центра города. Никаких контактов. Никаких, блять, контактов. Рядовой Этвоттер... Сука твою мать. Рядовой Этвоттер... Доложил о контакте с зараженными КЦИ на второй стадии возле разрушенного офиса. Фу, сдвигаемся на разведку. Множественные контакты. Рядовые Этвоттер... Ша. Кулич погибли. Рядовой Ша. Ша отсюда, ёпта. Мы окружены, отходим в здание. Эвакуация срочно. Похоже, они не дождались подкрепления. И эвакуация. Хочу заметить, они тоже не дождались. Окно нельзя, да? Разбить. О! Сколько всего тут интересно. Заметьте, что ножи главный герой делает из половинки ножниц. Не знаю, зачем это. Я помню в игре Мэндхант главный герой убивал людей куском стекла, ёпта. Причём очень даже нехерово убивал. А здесь надо найти половинку ножниц. Ручку обязательно изолентой смотать. Чтобы, ну... Видимо, потому что нельзя держаться за половинку ножниц незамотанных изолентой. И только тогда это будет считаться ножом. Причём ножом одноразового, как я понял, использования. Ну что ж, это были суровые 2115-е. Крафтили как могли. Так кто мне, блядь, объяснит, куда мы идём? И как пройти? Давай, говорит, убираться отсюда. Давай убираться. Куда, блядь? Как? Грёбаная темень. А, ну заебись. Мы вышли туда, откуда и зашли. А где девочка? Ой, блядь. Как я обожаю игры на внимательность. Просто мой конёк. Ну давай нахуй ещё раз обойдём всё. Посмотрим. Хули трудно же в игру карту сделать. Вот, наверное. Зараза, щелкун. Просто щелкунчик. А с лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они... Слепые? Похеру на то, что споры, да? Вроде того, они ориентируются по звуку. Как летучие мыши? Летучие мыши. Если услышишь щёлканье, сразу прячься. Щёлканье. Чем они щёлкают? Еблом, конечно, чем. Всё здание на честном слове держится. Ну да, на честном слове. Это ж вам не наша советская постройка на века. Чтобы присесть, нажмите нолик, блядь. Выплыла подсказонька. А что сделать? Как пилюли. А, вот, смотри, максимальное здоровье. Давай. 50 пилюлик надо? Нигер, ты чё, блядь? Я всего 5 нашёл. Играю уже второй час. Артефакты здесь есть. Два оклада. Включи от... Нахуй надо два оклада, если есть ключи от склада, как кто-то написал на стриме. Записка брату. Записка брату это ебать копать артефакт. Отлично. Медальон и цикад, блядь, учебник, пиздец. Классно. Ну ты кучу говна с собой таскаешь, чувак. Охренительно. Всё просто охренительно. Делает комплименты этой игре. Игровая непись. Блядь, у меня этих ножниц уже, я не знаю. Я могу себе, блядь, руки к Фредди Крюгер... Руки Эдварда, руки ножницы сделать могу себе. Господи, какой уж там Фредди Крюгер. Ну-ка, помоги. Сам же сказал, что тут всё на честном условии держится. Давай дерево шибать. Опа-на. Да-да, не помогай мне. Я сам улажу где-то. Что надо делать? Джойстиком потрясти? Или что? Что это было за значок? Ерунда. Чёрт! Вот это жесткач! Ну они убиваются ваншотом в голову, как я понял. Жесткач. Смотрите, они ещё и слов современных решили внедрить в игру. Дабы оживить российский перевод. Который многим не понравился. Потому что девочка, видите ли, неправдоподобно визжал. Благодарю. Аптечку она мне дала? Подлечись. Как странно смотрится на этой кухне, на раздолбанной, грязной и пыльной. Вот это кофеварка. Она выглядит как новенькая. И прикол в том, что на ней даже надпись есть. Бревко. Бревко, блять. Уж не продакт ли это плейсмент, интересно. Пацифика. Пасифика. Лимонад Пасифика. Пипец. Вы когда-нибудь пробовали лимонад Пасифик? А чего нажать? Блять! На открытие этих дверей нож тратится? Какого хрена? Зачем, блять, тут нож? О, нихуя себе. Ты потратил нож, а взамен получил патроны, таблетки, детали. Детали я так и не понял, зачем нужны. Колеса. Видимо, ножи надо беречь. Ножами не надо никого убивать, потому что ножами надо открывать двери. Баттл. Ну, баттл и бутылка, блять. Слушай, ну кирпич, он хотя бы многоразовый. Ограничений по весу игра не ведает, поэтому... Как это двинуть? Никак не отодвинуться. Это можно посмотреть, как бы можно было заглянуть, видимо, со стороны в эту комнату. И прохавать, стоит ли ее открывать ножом. Ну все, валим отсюда. А до этого мы отсюда не валили, да? До этого мы искали комнату остановиться на ночь. Так, что тут у нас на стеночках висит? Топ-фирма Авард 2013 года здесь располагалась. Бест... лучшая компания 2013 года. Что ж такое? И как она называлась? Кипперфинг. Архитекторс. Тоже странно, какие-то странные подробности. Сади меня, я осмотрюсь. Куда тебя подсадить? Глянь, если там проход. Крестьянка-то с нами боевая, вот эта бобенка-то, да? Я, честно говоря, об этой игре помню, блять, ну... Серьезно, помню только три вещи. Помню основной сюжетный финал, скажем так, и... Блять, и все. Я помню только, чем она закончится. Потому что, ну, это единственное, что заинтересовало меня, когда я... Это вообще единственный летсплей, который я в жизни посмотрел. Это был... Я знаю, всем интересно, сразу, что за канал, это было... Это было Русгеймтактикс, это было, блять, так скучно. Серии ровно по 20 минут были нарезаны. Я... А, ебать, я тогда болел. Я с температурой лежал. Это была зима. И просто вообще нехуя было смотреть. Фильмов нет, ничего нет. И тут друг, который, блять, смотрит все эти летсплейчики. Кинул мне начало Last of Us. И оно прям такое вообще... Ну, начало интересное. Он говорит, о, смотри, как кино, нихуя себе, какой сюжет. Какая подача, экспрессия. Ну и, короче, я на ту пору думал, что PlayStation у меня вряд ли когда-нибудь появится. Потому что, ну... Типа, я уже взрослый, не серьезно покупать такие игрульки. Вот дурачок был, да? Вот, и я что-то не думал, что когда-нибудь я пройду эту игру. Но я смотрел даже не переиздание, это была запись с PS3. Даже, да, даже не PS4, а PS3. Знаешь, что-то большой разницы по графонию-то не вижу. Щелкульные слепые, поэтому можно как бы здесь... О, вода. В раковине. Бутылированная. Ничего себе. Ну, вода нужна для крафта аптечек, как я понимаю. Герой только что взял записку, блядь, которая написана на куски туалетной бумаги. И не стал ее читать. Почему? Как тут? Нету. Нету записки. Я не знаю, что он подобрал. Живучая мерзота. Причем у него вот только из-за того, что голова мутировала, у него появилась броня в области еблета, не хреновая, а целую пулю выдержал. Как мило. У кого-то маленькая такса в рамочке. Многие, кстати, в комментах в группе недавно писали, что пудель это не собака, а мышь. Интересно, а такса тогда кто? Пудель, по-моему, в 10 раз больше собака, чем такса. Но такса они прикольные по характеру, говорят. А что не прикольно, так это маленькие вот эти крысы, которые могут гулять по горшку с цветком и ссать от него еще. Такая, знаете, маленькие такие глаза выпучены. Блядь, такая уродская псина. Да-да, не подавай мне руку, как обычно ты это делаешь. Давай будем в рост теперь. Левел 6. Вот мы и дошли до 6 левела. Вроде все. Элли, ты как? Стремновато, конечно. А так порядок. Пошли. Элли, ты как? Ну я стремновато, конечно, но так вроде норм, девка. А я понял, маршрут помечен вот этими желтыми линиями. Секунду. Там, где можно залезть или что-то сделать. И что? Что, мы туда пойдем или что? Теперь вы дамы. Дамы, блядь, с Амстердама. Интересно, конечно, лазить по этому дому. Прохода нет. Полезем обратно? По развалинам. Как прохода нет? А это что? Слепошарая. Просто не смотри вниз. Ты это серьезно? Да не, мы шутим, епта. Конечно, обратно пойдем. С щелкунами тебя познакомим. Давай одновременно посмотрим, выдержит ли это хреновина наш двойной вес. Надо еще кнопочки понажимать. Не смотри вниз. Не смотри вниз. Тут третий этаж, блядь. Боже мой, как страшно. Третий этаж. Охуенная высота, господи. Ну, может и не третий, но... Идем, Элит. Нет, вон третий этаж. А это этаж, наверное, ну, пятый. Не смотреть вниз. Ну, короче, такой высоты не бояться даже. О, текстурки. Ебать, 75-й год, Карибский кризис. Посмотрите, что это такое. Это переиздание, я вижу. Вот такие текстурки толщиной в миллиметр. Как-то разработчик не стремился переиздать эту игру так, чтобы все охуевали от нее еще лет пять. Они сделали лишь бы как. Вот, чтобы лишь бы продать ее на PS4, мне кажется. Потому что, ну, что вот это, блядь, значит? Ну, что, блядь, геймпад потрясти или что? Блядь, сохранение. Ну, если вы посмотрите запись этой игры с PS3 и сравните ее с PS4, там разница, ну, вообще, ну, очень-не очень. Ну, в общем-то, как и Heavy Rain. В общем-то, как и... Оу. Чтобы выбрать. Новое оружие, револьвер. Ага. А я что-то не понял, нахуй нужен револьвер, если автоматический пистолет явно круче. Может, револьвер щелкунов ваншотает? Ну, я бы не сказал, что у него в руке какой-то магнум обалденный. Труба. Ну, труба водопроводная. Я, ой, блядь, сколько у него запас прочности какой. Сейчас, походу, нехеровая рукопашная схватка грядет, да? Все они слепые. У него глаза как из орбит повылезли. Почему вот просто на мышею не ломает? Почему он их душит? Я не понимаю. Упор. Умел бы, да? Делитесь между собой. Как он... Что-то меня видит-то, блядь. Что это оттуда взялся? Чтобы вырваться, удерживайте, Аладдин. Камон, ублюдки, мать вашу. По-моему, я заражен. На стадии бегуна зараженные еще могут видеть. Приближайтесь к ним осторожностью. На стадии бегуна. Что такое стадия бегуна? А-а-а! Недавно зараженные бегун, щелкун и так далее. Ладно, они как делятся. Ну, понятно, это опять стелс в темноте. Опять надо ничего не видеть. Это, типа, норма жизни. Так, захватить. Зарезать. Блядь, зарезать, ёптую мать. На нож потратил, дурак, ёбаный. Так, а как начать эпизод заново? Одну минуту назад. Да, ёптую мать, нахуй ножи-то проябывать. Можно его сдушить к хуям собачим. Это вроде так же тихо, как и... Отлично. То есть я что, должен территорию зачистить или маршрут посмотреть? Я вот ничего-то не понимаю. Суть моей задачи. В этот раз этот бомж мёртв. Щелкун жив. Так, давайте приманим кого-нибудь. Наверное, попробуем. Кирпич тоже одноразовый. Пиздец. Это вы из таких кирпичей дома строите? Нахуй. Всё нормально. Сучи дети, блядь. Пиздец, блядь. Как отвратительно играть в шутер на джойстике? Это просто, блядь, вот самое сраное говно, во что можно играть на джойстике, это шутан, блядь. Идеально можно играть в Лару Крофт, блядь. Идеально можно играть в Дарк Соулс, но в шутер, блядь, на джойстике рот ебал того, что придумал. Пиздец, нахуй, дерьмище. На нахуй. Хулишь, сейчас-то они не бегут. Бегут, чё ж они бегут-то, блядь. Ещё один, блядь, ещё один. Охуенно, как удобно, блядь. Стиком целится рывками, блядь, так классно вообще. Я не понимаю, почему главный герой его... Написано, кликайте квадрат, блядь. Я кликаю, главный герой ничего не делает. Ну и, конечно же, патроны для револьвера сразу же кончились. Я вообще не понимаю, кто-то, почему, блядь... Чё, блядь, надо делать с ебливым... С ебливым... Для тихоубийства щелкуна нужен нож. Какая, блядь, своевременная великая подсказка. Для тихоубийства щелкуна нужен нож. Расприкрой меня! Чё, когда я в рюкзаке лазю им похуй, что ли? Блядь, пиздец. Ой, как я ненавижу стелсы, блядь. Вообще, как я их нахуй ненавижу? Это пиздец, просто ебанус. А стелс-шутером на геймпаде я ненавижу дважды. Тихоубийство щелкуна, блядь. А где этот щелкун есть-то вообще? Где его искать-то нахуй? Я его не вижу. О, в этот раз с него даже... В этот раз игра поняла, что я лошара, блядь. И стала сыпать мне патроны со всех щелей. Ёбнуться можно. Тут надо юзать, наверное, слух. Вон они, красавцы ходят, бродят. Ну так, основную опасность представляет из себя... Представляет щелкун. Его надо первому убрать. Ну как, блядь, это сделать? Если к нему даже не подойти, нормально. Вон он. Если я кину сюда что-то, блядь, они все прибегут. А когда они вскрикивают, что щелкун их не слышит? Так, вот тот отделился от толпы. Надо его, блядь, ликвидировать срочно. Отлично. Нахуй, главный герой получает опять по еблу призовые. Блядь, я хуйник, как играть в эту хуйню. Че, они меня потеряли, что ли? Блядь, я сейчас, сука, не поленюсь и посмотрю, блядь, можно ли подсоединить мышь нахуй к этой ебнутой игре. К сожалению, игра не поддерживает ни клавиатуру, ни мышь, как я понял, потому что PlayStation их распознает, но игра... Игра на них не играется, поэтому... Ебал я в рот, я воевать вообще в этой игре ни с кем не буду. Я обойду всех, блядь, кого встречу. Всех до последнего. Ни с кем, ни с кем не буду. Такое ощущение, что у меня и выбора-то нету, все равно придется как-то драться здесь. У них настолько вот дерганые движения, что, блин, они ходят быстрее, чем я ползаю, мне к ним просто даже не подкрасться. Ну вот этого по стандарту надо. Удавить по-быстрому. Я даже не понял, куда мне надо пройти. Честно говоря. Кнопку слуха и кнопку бега очень-очень легко перепутать. Они все идут сюда, как назло. Хочется что-нибудь такое бросить, но я боюсь, что кто-то через коридор сюда побежит. Давайте попробуем, какая хуй ранится. Попыткой больше, попыткой меньше. Опять этот отщепинец сюда пришел. Один он здесь ходит, он прям нарывается. Но это тот, который вроде как может увидеть даже. А с чувачком, который может увидеть, шутки, сука, плохи. Два долбоеба, которые могут увидеть. Что по сути вообще двойная подстава. Ну как, блядь, ну как, ёбаный в рот тут играть, я вообще не понимаю. Что это такое? Главный герой решил, что важнее взять бутылку, нежели. Чувак, ты пиздец, Рахит, ну тебя нахуй. А, и чтобы туда пройти, надо, блядь, двигать эту хуйню, а они слышат, как ты ее двигаешь. Какой интересный, блядь, момент. А, круг номер два. Главное щелкуна убить, остальные вообще не волнуют. Тут злую шутку играет пистолет, револьвер, который я выбрал. Блядь, а как трубу достать? Я вот что-то ее в выборе здесь не вижу, нахуй. Может быть, он по умолчанию ей бьет. И остался один щелкунчик. Которого теперь легко и просто можно застрелить. Так я понимаю. Он сдох. А, то есть мне так и так надо было эту толпу развалить, да? Интересное какое задание, блядь. А где же стелс-то ваш? Я думал, что тут можно просто обойти их и ни с кем не сражаться, отыгрывая полностью свою роль. Пошли отсюда. Но хуй там плавал, как мы видим. Пиздец, значит это... Ну, как кто-то говорил, когда играешь в шутер, блядь, на геймпаде можешь сразу ставить легкую сложность. Ты от этого охуеешь. А говорил это, конечно же, я, да? Не знаю, по-моему, где-то слышал. Ну, это жесткая жесть на стиках, это настолько неудобно. Блядь, на пистоле... На мышке я бы их просто убил сходу. Я бы сюда запрыгнул, и как пока они слезают, я бы стрелял им в бошки. Но на геймпаде, играя, блядь, персонажем, у которого руки дрожат, как у, блядь, не знаю, у кого. Так, а как полечиться-то? У меня вот есть вот этот банк с едой, и что мне с ней делать? Нихуя не понимаю, нет места, блядь. Ну, нет места, и пошла ты нахуй-то. Вот еще шоколадка, блядь. А у меня жизни, между прочим, не целая. Ну, как-то обучали, что можно менять что-то. Ну, вот, видимо, только пистолеты можно менять. Короче, не знаю, напишите, как, блядь, есть еду, потому что обучение в этой игре просто, блядь, величайшее, величайшее из всех обучений, какие я только видел. Учебники, блядь, ноль, нахуй. Вообще не понимаю, нихуя. Надо же было такое уебанское управление сделать, просто пиздец. Серьезно, что, блядь, надо нажать, чтобы съесть еду, блядь. Нихуя не понимаю, какого нахуй нету места? Съешь ее, блядь, здесь, нахуй, заебал, раз места нет. Что-то такой мудак-то, блядь, а? Что у него в руке? Аптечка, отлично. Подожди, если я ее... Он ей не лечится. Я в темноте не могу понять, что он в руке держит. Мне кажется, он держит такую же банку, блядских, ананасов. Но здесь темно настолько, что я просто ничего не понимаю. Мне кажется, что аптечка это аптечка, а банка ананасов это банка ананасов. Или что там, яблочек, блядь. Нет, у него банка консервная в руке. Понятно, почему он не ест, блядь. Ну, сука, вы вообще, блядь. Иногда зла даже у меня не хватает. А у меня зла хватит на всех. Он так двигает ее, как будто она чугунная, блядь. Погоди. А в ящиках наложены кирпичи. И что? В чем план, я не понял. Подберить дверь? Обалдеть. Нельзя было просто отпустить, чтобы она окно разбила и ебнулась куда-нибудь вниз. Ну, на это у героя всегда есть место. На бумажку, которую не прочитал. И на воду. Ну, это, видимо, это не бумага для крафта, видимо, ткань. Видимо, не запи... Блядь, аптечки лежат. Ну, вот там была куча аптечек. То есть, сюда невозможно прийти без здоровья, мне кажется. А, я понял. Не, самый прикол, что щелкун убивает одним ударом. Ну, не тормози. На любой сложности. Я вообще не понимаю, на что тут сложность влияет. На то, как сильного героя руки трясутся, когда он с пистолетом. Потому что, ну... Бомжи опасности так и так не представляют. А щелкун так и так ваншотит. Тут любую сложность выбирай, блядь. Разницы никакой не будет. Сука, день, когда это наступит, надоела уже эта серая темень. Здесь игра красиво смотрится именно ясным солнечным днём. Вот этот зелёный постапокалипсис, поросший травой город. Хочешь пожить спокойно, обзаведись пистолетом. Ну, теперь соглашусь. Живём, увидим. А мне уже не надо, да? Так, интакте и надо, тупая баба. Сразу надо говорить, да, я согласна. Так. Куда мы лезем? Кто-нибудь можешь мне подсказать? Ага, вижу. Тропинка старая, травой поросшая. Оливер ЛЛФ. Оливер ЛЛФ, знаменитый. Сюда. Бля, у меня этих ножей уже просто, мне кажется, до конца игры и хватит. Можно начинать валить щелкунов налево-направо, бля. Запас-то вещей для крафта ограничен, интересно, или нет? Смотри, шестерёнчик сколько. Просто до хрена. Для чего они, кстати, нужны, я пока что даже ещё не понял. Что это? Опять аптечка? А, банк. Банки витаминок. Глянь на рукав. Цикады. Да. Лукаша какого-то нашёл. Какое дело у них идут хреново. Надеюсь, у Капитуля нас всё-таки встретят. Дела и у них идут хреново, сказал он. Забирай у него бутылку вискаря. Да не парься ты. А, тряпки нужны, чтобы молотки крафтить. Что ж, понятно. Следующую толпу бомжей я просто сожгу нахер тогда. Ну вот это точно записка. Блядь. Карта для просмотра нажмите. Встречайте вторую группу Цикад у Капитолия. Девочка, рост 160. Возраст 14 лет, рыжие волосы. Ну, может подумать, что в этом постапокалипсисе девочки толпами ходят. У Капитолия. А, так вот что там внутри. О, нам не сюда, да? Привычка, видишь, эскалатор вверх. Главное, встал, главное, направо и пошел. На выход из метра. На выход из метра, как говорят некоторые приезжие к нам люди. Мы поедем на метре. Мы выйдем из метра. Мы выходим. Мы вышли из метра. Куда нам идти дальше, блядь? Прямиком в школу. Прямиком на русский язык. Великий и могучий. Блядь. Опять что ли? Ебаться, сраться. Опять щелкуны. Черт, пубьери, да? Да. Коля, жми, а я накрою. Ваня, бей, а я прикрою. Понял. Так, как крафтануть-то? Щелкуны слышат вас, даже если вы присели и крадетесь. Слегка отклоните, чтобы двигаться тише. Если вас услышат, замрите на месте и подождите. Да, да. Если вас услышат, расслабьтесь, получайте удовольствие. Вот что советую я. А, подожди-ка, нахуй аптечки. Аптечка и молотовые крафтятся из одного и того же. Вот это поворот. Но при этом у меня нет места для аптечек, мне писали. А теперь я могу еще одну сделать. Охуен. Крепеж. Бубнеж. Так, пустая бутылка для крафта молотова, как ни странно, не нужна. Нужен целый алкоголь. Вот этот зрячий. Ой. У меня есть вообще хитрейший план. Они и так встали в кучу. Батя разрулил ситуацию, ёпта. Что, ёптую мать? Если у вас есть планы получше, сучки, можете их предлагать. Он в огне стоит и как бы похуй, да? Изи. Изи-каточка, ёпта. Так. Так, как там подобрать-то, ёпта, кирпич? Было бы много кирпичей, я бы их всех в кучу собрал. Но у нас мало кирпичей. Кирпичи меня подвели. Да, я потратил все коктейли молотова, а что еще здесь было делать? Подкрадываться к ним по одному? Да, вот еще. Это слишком, слишком, блядь, долго, на мой взгляд. Проблемы надо решать по мере поступления. О-о-о! Дерек из книжного магазина разрешил нам пользоваться сейфом. Когда закроетесь на ночь, положите туда мои вещи. 3-43-78. Из книжного магазина. Где тут книжный? Надо идти на запах бумаги, да? Подождите, у него что-то там, лут какой-то, нет? Нихт! Лут-то, нихт. Кирпич. Может быть, они в сейф положили коктейли молотова? Или запчастей для коктейли? Ёбаный в рот. Благо, что это обычная спортсменка в Адидасе. Ну нахуй. Всё, труба сейчас закончится. Нам надо искать новую трубу. Палку хотя бы деревянную. У неё и то на 4 удара прочности есть. Я вообще не знаю, как можно об чью-то голову сломать трубу. А, вот книжный магазин. Просто папский её удел. Блядь, это что, то, что я думаю? Сука, опять он. Ещё и в бронике, да? Были бы патроны и подходили бы они по одному. Нет места для кирпича. Так, давайте скрафтим ещё. Ооо, тряпки нет, блядь. Это, девочка, как там тебя? Дай, бля, рукав тебе оторвём. Очень надо. Ну, код он ввёл сам. Смотрите, 50 деталей здесь. Положите мои вещи в ящик. В ящик положили разобранный пистолет. Блядь, кто был директором того магазина? Мои, мои, мои шмотки. Наверное, Стивен Сигал, сука. Так, это что? Ревайвс кафе? Ну, всяко здесь должен быть алкоголь. Аптечка опять, которая... Нахуй я аптечку скрафтил. Вот, я задаюсь сейчас этим вопросом. Потому что коктейль Молотова... Судя по щелкунам, коктейль Молотова в этой игре... Штука намного более необходимая. Кирпичей и бутылок тут просто вообще жопой жуи. Их навалили тут. Вообще от души. Всё, туда нам не пройти. Ну, мы пришли или что? Где выход? Чё-нибудь встали-то? Серьёзно, чё делать? А, вот. Нет. Бомж, который эту застрелил, ушёл, походу, куда-то. Когда мне показывают потрясти джойстиком, я им... Чуть-чуть потряхиваю, раздаётся какой-то треск в это время. Не знаю, что, блядь, что это значит, зачем это вообще. Так, хорошо, блядь. Всё-таки. Куда мы идём-то? А-а-а. Офигенный как. Хоть говорила бы что-нибудь, когда я подхожу. Джоэл, помоги мне, блядь, лестницу достать там, не знаю. Блядь, что, она первая должна обязательно, что ли? А ты вторая, да? В порядке очереди. Кто последний сюда прибежал, тот последний и лезет, да? Несмотря на то, что я там героически дрался с зомбарями. Никакого почтения к... Не то, что старшим, к старым, ёпты, потому что главный герой старикан. Блядь, наконец-то свет, божий, господи. Божий. Заметили, как я уверовал внезапно? Нам пора? Просто везение. Нам пора, блядь. И оно на исходе. Почему я слышу мысли Геральта какие-то такие лирически глубокие? И куда нам, Тесс? Вон туда. Капитолий в той стороне. Как нам перелезть в грузовик? А дыра в доме. Пойдем в кто-нибудь. Опять. Ёпт твою мать. Двое. Трое. Щелкунадзе среди них есть? О, вроде нет. Давай с того края подбежим, посмотрим. Там еще... Блядь, когда этот уровень вообще кончится? Почему такие бесконечные уровни здесь? Один. Ну что ж, придется пострелять. Видимо. В этом доме жили три близняшки? Классно, что они в дверном проеме застревают. А почему ты не сказал, что мы можем перелезть через грузовик до того, как я потратил на них пить патроны? Дрянь. Перелезь, блядь, через грузовик. Че ж ты на него не полезла-то? Это не проходная комната? А, ну так или иначе. Так или иначе. Нам нужен был вот этот... Это непонятная мебель, блядь, не знаю, что это. С колесиками. Шкаф на колесиках. Что это такое вообще? Блядь, и тут перелезем, да? И там перелезем. Никого? Ну, вот эти двери, я смотрю, обозначают своего рода чекпоинты здесь. Ну так помогите тянуть, дурой, блядь. Они близко, давай быстрее. Меня не подбадривать надо, мне помогать надо, ёпки, в таких ситуациях. Рука. Ну да, я видел, как её отрубило. У тебя что-то на ноге, блядь, что-то. Ладно, я думаю, что мы дальше поймём в следующей серии, потому что мне надоело полуторачасовые эти писать, блядь. А быстрее эта игра вообще нахрен не проходится. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, всё такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok